Экономика в деталях Роскошные скатерти и занавески, дизайнерские кресла и декоративные подушки на этом небольшом предприятии производят то, что может пригодиться для создания домашнего уюта и дачного отдыха. В этом цехе начинается вся наша работа, раскройка. Здесь мы кроем, моделируем и вырезаем детали для наших будущих изделий, как текстиля, так и мебели. На данный момент они делают бескаркасную мебель из ткани с водоотталкивающим покрытием. Это хит сезона и на данный момент пользуется большим спросом. Это мебель, которую можно хранить в саду, держать ее там до осени. Она не выгорает, не загрязняется. При загрязнении ее просто мокрой тряпкой можно протереть. А здесь непосредственно у нас находится швейница, где мы шьем все модели. Очень высококлассные профессиональные швеи. Мы очень внимательно относимся к набору. И у нас выходит очень хороший продукт из-за этого. Шьем кухонный текстиль. Специалисты компании начали разрабатывать и авторские принты. Такой подход к делу отражается на количестве заказов. К текстильному предприятию всего два года, но оно успешно реализует продукцию по всей стране. Производим текстиль для дома, который мы реализуем оптом, федеральные сети. Также делаем бескаркасную мебель, которую мы реализуем как оптом, так же и розничным клиентам. И изготавливаем мягкую мебель, которую мы реализуем в основном на заказ частным клиентам. Где-то за год у нас прирост на данный момент 68% оборота. Ну и если говорить по найму персонала, то, наверное, где-то больше 120% у нас прирост персонала в год. Даже 200%. С приходом стабильных заказов предприниматели начали наращивать производственные мощности. Было необходимо приобрести новые швейные машины. Техника дорогостоящая. Предприятию понадобились крупные займы. В региональном АПМБ кредиты бизнесменам предоставили под выгодные проценты. В АПМБ мы обратились примерно год назад, когда мы находились на достаточно небольшой площади. У нас был бизнес-план, у нас были потенциальные контрагенты, с которыми мы могли работать. Но у нас не хватало оборотных средств для того, чтобы расшириться, закупить новое сырье и оборудование, так сказать, и начать работу новыми масштабами. При их поддержке, получив кредит, мы переехали в помещение, которое в два раза больше, в котором мы сейчас и находимся. И закупили оборудование, такое, как швейные машинки, уже нового стандарта, так скажем, который уже даже не полуавтоматы, автоматы, что позволяет швей им шить быстрее, ровнее, облегчает их работу, ну и, я думаю, создает позитивный настрой. Также мы сделали здесь ремонт. И у нас теперь большие планы на развитие, надеюсь, на дальнейшее сотрудничество с агентством, так как, я думаю, будет еще новый виток развития. Эта ветеринарная клиника начала расширяться также за счет микрозаймов от правительства. Сейчас здесь лечат более трех тысяч пациентов. Для оказания помощи братьям нашим меньшим центр оснащен всем необходимым. Востребованная услуга – вакцинация животных. Шерстка хорошая, кожа чистая, паразитов не видно. После вакцинации может немножко похромать, это нормально. Несколько дней может чуть меньше кушать, чуть больше спать, это тоже нормально. Вот и все. Крупные займы руководителям ветеринарного центра предоставили в максимально короткие сроки. И для этого было необходимо собрать минимальный пакет документов. Получить банковские кредиты было бы сложнее в разы, отмечают бизнесмены. В АПМП предпринимателям идут навстречу. Каждую заявку аналитики агентства рассматривают индивидуально. Они нам предоставили достаточно лояльные условия. Произошло все это очень быстро. В течение месяца, можно сказать, собрали документы, рассмотрели на комиссии и дали необходимую сумму на приобретение этого помещения. То есть достаточно большое здание мы купили. И можем здесь сейчас расширить спектр услуг, обновить некоторые, скажем, технические моменты. Потому что все равно за пять лет что-то износилось, что-то хочется нового, более современное. Чтобы, естественно, повысить качество услуг нашим дорогим клиентам. Довольно широкий спектр у нас услуг. Терапия, хирургия, лабораторная диагностика. В принципе, практически все возможные услуги, которые можно в ветеринарии оказывать, мы стараемся предоставлять. Вообще, ключевая задача регионального АПМБ – стимулировать деловую активность в республике. Приоритетным направлением для нас является развитие производственной сферы и сельского хозяйства. Для предпринимателей этих сфер действуют сниженные процентные ставки. За всей подробной информацией можно обратиться к представителям нашей организации в городах республики. У нас есть подразделения на территории всего региона, в том числе и во всех городах и в селе Батарь. В этом году мы реализуем программу совместно с МСП-банком. Мы предоставляем долгосрочные займы на приобретение недвижимости, оборудования и транспортных средств. В вопросах развития малого бизнеса агентство выступает проводником правительства. Обратиться за поддержкой могут даже начинающие предприниматели. Максимальная сумма кредита 3 миллиона, ставка до 12%. Спрос на микрозаймы от правительства растет. За 8 лет в АПМБ поддержали порядка 2000 бизнесменов. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжим знакомить вас с историями успеха в бизнес-среде. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова